Сейчас мы будем работать. Сейчас мы будем искать человека. Мы должны держаться этого линейного ориентира. Включаем логин. Если есть дорога, значит по ней кто-то едет и она куда-то ведет. В первую очередь это небезопасность, халатность и мнение того, что вы знаете хорошо лес. С этим я сталкиваюсь в основном в стопроцентных случаях. Люди, которые, казалось бы, выросли в лесу, хорошо его знают, хорошо в нем ориентируются, забывают одну очень важную вещь. О том, что стоит срубить одно дерево или вырастить новый куст, ориентиры уже старые сбиваются. Именно по этой халатности, мне кажется, люди, которые не подготавливаются правильным и должным образом в лес, теряются. Правильно подготовиться, это в первую очередь сообщить своим родным и близким, зачем вы идете, куда вы идете и во сколько вы планируете вернуться. Как минимум это поможет им вовремя обратиться в правоохранительные органы или к нам для того, чтобы мы могли оперативно приступить в поисковое мероприятие. Вдруг вы забыли мобильный телефон или что-то. Если мы говорим с вами о вещах, которые непосредственно нужны с собой, чтобы пойти в лес, это заряженный мобильный телефон, обязательно. Это таблетки на случай, если у вас есть проблемы со здоровьем, либо какие-то аллергии. Это обязательно вода, либо маленький небольшой перекус. Вам очень поможет маленький свисток, спички, зажигалка, даже если вы не курите, они занимают мало места. Какой-нибудь даже девичок, а самое главное еще яркая одежда. Только яркая одежда поможет нам оперативнее и быстрее вас найти. Ключевую роль, конечно, для меня играет время. Вообще время это самый главный ресурс. Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией того, что когда пропадает человек, сначала первым делом родственники что пытаются сделать? Найти его самостоятельно. Время. Потом они обращаются в правоохранительные органы. Время. Пытаются вместе с органами искать. Время. И к нам обращаются. Зачастую это бывает хорошо, если хотя бы в этот же день ночью, ну да, или ближе к ночи. А бывают ситуации, когда обращаются к нам достаточно поздно. Многие о нас вообще не знают. Бывает такое, что обращаются через неделю или через две. Просто, к сожалению, в таких случаях мы уже не можем помочь. Чем раньше к нам обращаться, скажем, тем оперативнее, хотя бы там по горячим следам, как говорится, можно найти человека. Своя тактика, свои методики поиска есть человека, живого, потенциально живого. Поэтому, конечно, основное, с чем я сталкиваюсь, для меня главный ресурс это время. И люди, которых, к сожалению, никогда не хватает. Волонтеры такие вот... Сегодня они есть, к сожалению, завтра их нету. И добровольный отряд, многие не понимают, что мы здесь делаем, или боятся, наоборот, прийти. А у меня постоянно, ну, нехваток вот этих людей. Они мне очень нужны. Человек считается потенциально живым первые трое суток. Первые трое суток мы прикладываем максимальное усилие, не только мы, сотрудники милиции, МЧС и другие органы, для того, чтобы обнаружить человека. Дальше уже жизнь его идет, если не на часы, то даже на минуты. Продолжение следует... Продолжение следует...